Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И сегодня выпуски. Что год учебный нам готовит? В Анапе прошла традиционная августовская педагогическая конференция. В День российского кино в наш город прилетели организаторы фестиваля «Киношок». Без границ. Анапский дайвинг-клуб ведёт занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Развитие, доступность и качество образования стали основными темами традиционного августовского педсовета, который состоялся сегодня в городском театре Анапы. В зале не только педагоги. Тема школьного воспитания, организации комфортного учебного процесса актуальна для всех. Глав сельских территорий, руководители социальных служб, родителей. Глава Анапы, открывая совещание, призывает собравшихся к открытому деловому разговору. Мы хотим немножко по-другому построить нашу работу и настроить вас на откровенный деловой разговор о том, как мы будем работать в этом учебном году и какие цели и задачи перед собой ставим. Чтобы их решить и чтобы действительно город Киношка оставался в крайнем случае на том уровне, на котором есть системное образование. А для меня, как для главы, я ставлю задачу для себя, чтобы мышца были хотя бы на шаг вперед. Задача у вас сегодня – это обеспечить вас комфортными условиями для выполнения ваших служебных обязанностей, комфортными условиями учащихся обеспечить достойным питанием и, наверное, самое главное – безопасным пребыванием. Основные задачи отмечает Сергей Сергеев – совершенствование материальной базы, решение проблемы с переполненностью школ, строительство новых учебных заведений. И эти задачи решаемы. С каждым годом финансирование отрасли растет. В текущем году это свыше 2 миллиардов рублей. Озвучила в своем докладе заместитель главы курорта Людмила Марашова. Систему образования, наше муниципальное образование, представляет 93 учреждения. В них воспитывается, получается, около 42,5 тысяч ребят и работает 2396 педагогов. Вчера на Крайвом совещании, когда отмечает, сказал о том, что учитель должен хотеть быть учителем. Мы должны поднять статус педагога. Вот одна из приоритетных задач следующего года. О воспитании и социализации детей говорила в своем выступлении директор гимназии «Эврика» Галина Филиппова. Школа должна взять на себя главную профилактическую роль в этом вопросе, а сам воспитательный процесс переосмыслен с учетом времени. Сергей Сергеев не оставил без внимания эту важнейшую тему, поручив начальнику управления социальной защиты населения в самое ближайшее время предоставить главам сельских округов информацию обо всех неблагополучных семьях, проживающих на подведомственных им территориях. Мэр Анапа отметил, что Галина Филиппова является образцом педагога, который бесконечно предан своей работе, отдает ей себя целиком. Школу в вашем микрорайоне, ту, которую мы начнем строить, мы будем строить под вашу гимназию. Да? Почему? Сразу отвечу, почему? Потому что, ну, чтобы все знали. Если бы не Галина Григорьевна и еще несколько директоров, мы бы никогда в прошлом году, 1 сентября, нашу кадетскую школу не запустили бы. Я видел, как она работает на стройке, хотя это наши обязанности. Я уверен, что если мы сегодня не просто на словах, а на деле, начнем эту стройку, а мы ее начнем, я вам обещаю, она будет курировать так, что она любому строителю, там, плешь такую проезд, что он и начальник будет работать. И уверен, что для себя это будет, ну, для своей гимназии, для ребенки, это будет достойное место в системе образования города Куртана. Педагогический совет по традиции завершился чествованием молодых специалистов. Для них начинается новая страница в жизни. Волнительный момент, но при поддержке опытных коллег им наверняка удастся постичь тайны профессии. 13 сентября мы вновь встретим открытый фестиваль кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии «Киношок». Что нового будет в программе фестиваля, его организаторы рассказали на традиционной пресс-конференции. Бархатный сезон в Анапе немыслим без кинофестиваля «Киношок». В сентябре у нас с вами появится уникальная возможность увидеть лучшие произведения современного кинематографа. В этом году цель фестиваля – стать еще ближе к зрителю. Мы очень хотим привлечь как можно больше зрителей в наш кинозал, чтобы, поскольку мы везем в этом году, мы с каждым годом все больше и больше увеличиваем количество кинопрограмм. Понятно, фестиваль – это праздник, это творческие встречи, концерты. И тем не менее, кинофестиваль – это в первую очередь, конечно, кино. То кино, которое показываем мы, нельзя увидеть нигде. В этом году она опять собирается такая из уникальных фильмов, которые, честно сказать, вы просто так в кинотеатрах не увидите, и они стоят того, чтобы их посмотреть. Пять конкурсных программ готовит «Киношок». Оценивать киноленты – прерогатива профессионального жюри. Но показы будут открыты для всех желающих. Интрига фестиваля – грузинское кино. В фокусе Грузия – это событие само по себе и художественно ценное, и политически очень важное, потому что принять большую программу грузинского кино – это на самом деле очень важно. Мы не очень хорошо знаем, что у них сейчас кино происходит, и то, что они привезут к нам кино свою программу, все ее уже ждут, и с большим нетерпением, и с большим интересом. Отличная новость – возвращается традиция кинопоказов на театральной площади. По две ленты в день. Нас ждут насыщенные и яркие сетябрьские вечера. Мы будем ТВ-шок показывать в городском театре. Слава Богу, несмотря на то, что будет подготовка к празднику города, к мероприятиям, мы нашли возможность совместить это все. Там же будет на ступеньках наше представление актеров и режиссеров, групп, которые будут приезжать со своими концертами. Они будут весьма, как всегда, доступны. С ними можно будет сфотографироваться, целоваться, обниматься и брать автографы. Красная площадь, как обычно, будет показывать детское кино, киномалышок. Вот возвращаем мы кино на площади, где как раз и будет показываться вся российская программа. Вот с 8 часов вечера, поскольку, ну в 8 уже начинается, даже с 9, наверное, я не помню сейчас, с 9, да? Когда темнеет, будем стараться показывать по одному-два фильма, просто по метражу будем смотреть, что это такое. Вот там в российской программе как раз и будет показано все лучшее, что мы собрали. Все, что можно показать, вот эти все дни. Значит, открываем и будет кинозал, который будет показывать целый день программу, в том числе и конкурсную. Открытие кинофестиваля состоится 13 сентября на сцене летней эстрады. Кстати, в этом году на церемонию можно будет пройти не только по пригласительным. Билеты за символическую плату появятся в продаже 3 сентября. Уточненную программу кинофестиваля организаторы обещают придать гласности совсем скоро. Следите за новостями. Анапский дайвинг-клуб «Акваглубус» вошел в российский проект фонд содействия государственной программе «Доступная среда», который проводит социальную адаптацию и реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья, что же объединяет ребят, вынужденных передвигаться на коляске и современных дайверов. Эти дети приехали из Ярославской области. Они волонтеры, помогающие инвалидам. При храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово их учат доброте и терпению, человеколюбию и душевной щедрости. Летний лагерь в Анапе подарил им уникальную возможность соприкоснуться с примерами потрясающего мужества и жизнелюбия. Все дети из многодетных семей, малоимущих семей, трудные подростки. И как раз пересеклись с таким днем, когда нам досталась такая честь поздравить их с таким достижением удивительным, как получить сертификат с двумя звездами по плаванию. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Куцек Виктор. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Никита Ванков. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Кириллов Михаил. Все три колясочника, участники сегодняшнего погружения, имеют потрясающий опыт преодоления своего недуга. Никиту и Виктора вырвал из нормальной жизни роковой прыжок в воду. Михаила – автокатастрофа. Тяжелейшие травмы, полная неподвижность. То, что они сегодня погружаются в морские глубины – не чудо, а огромная работа над собой. И дайвинг. За ним вера в себя и мечты. Сейчас я хочу попасть в пролимпийскую сборную по плаванию на открытой воде. Потому что я до этого, до травмы был в сборной края, выступал за наш край. И сейчас стремлюсь, тренируюсь, активно плаваю. Когда ныряешь, какие ощущения? Нет никаких ограничений между людьми. Потому что полностью все на равных, на равных плывем, с одной скоростью всплываем. Никита – большая международная знаменитость. В «Звездном городке» его наградили золотой медалью имени Юрия Гагарина, как настоящего героя за волю к жизни. Он вовлек в парадайвинг и Михаила Кириллова. У меня первая группа инвалидности, у меня была полностью парализованность. Ну, сначала было четыре конечности, потом правая сторона, и сейчас уже потихоньку отпускает. Ну, вот это занятие дайвингом ускорило вашу проблему? Вы знаете, да, очень помогло. Потому что я сейчас могу уже даже вот, ну, без косыля, и нормально такие приличные расстояния покрываю. Виктор Пуцик из Подмосковья, и он уверен, что бы ни случилось, нельзя валяться на диване. Дайвинг и еще раз дайвинг. Это поддерживает форму, то есть это положительные эмоции, и то есть дайвинг – это прекрасная реабилитация, я советую всем. Создатель дайвинг-клуба и фонда содействия выполнению государственной программы «Доступная среда» Татьяна Ананева убеждена не только в действенности этого вида спорта в деле реабилитации здоровья. Случилось, пересеклись пути Господние, да, вот пришел батюшка и говорит, у меня дети, вот, дети занимаются и помогают людям, они как волонтеры с инвалидностью. Я говорю, вообще это здорово, потому что мы за этот год провели два урока доброты. Уроки доброты – это желание помочь обычным детям научиться понимать, помогать и, главное, уважать людей, попавших в беду. Сегодня неизвестно, кто кому больше помог. Те, что помогали застегнуть гидрокостюм на парадайверах, или как раз эти люди с ограниченными возможностями и безграничной жаждой жить полной жизнью, преодолевших все свои страхи и комплексы и на равных со здоровыми людьми, ныряющих на глубину. И к другим темам. В селе Витязево по решению межведомственной комиссии демонтирована точка общепита. Начались работы по демонтажу торгового павильона. Объекты вывезены на специальную стоянку для хранения. На углу улиц Мирной и Знойной на территории общего пользования предприниматель самовольно установил точку общепита. Здесь же торговал суррогатом. Разрешительных документов ни на установку объекта, ни на алкогольную продукцию у коммерсанта нет. В ходе мониторинга сотрудниками управления муниципального контроля администрации городов выявлены незаконно установленные некапитальные объекты в черте поселка Витязево. В данный момент эти объекты демонтируются на основании решения межведомственной комиссии. Один из объектов – это объект общественного питания. Второй – это торговый павильон по продаже овощей. Несмотря на противодействие предпринимателя, нелегальная точка общепита демонтирована и вывезена на специальную стоянку для хранения. По решению межведомственной комиссии будет демонтирован и торговый павильон, который нелегально установлен на территории общего пользования. Фрукты и овощи здесь продавали незаконно. И это лишь часть объектов, которые пойдут под снос. Следующие объекты будут демонтированы на проезде Александрийском. Объекты общественного питания, различные экскурсионные павильоны и торговые точки. Весь проезд будет очищен и все объекты будут вывезены на штрафстоянку по решению межведомственной комиссии. В ходе ежедневного объезда курорта специалисты управления муниципального контроля выявляют на территории общего пользования незаконно размещенные торговые точки. По каждому факту возбуждается административное производство. Пакет документов направляют на рассмотрение административной комиссии, которая определяет сумму штрафа и сроки демонтажа нелегальных объектов. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В пятницу 28 августа в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 24-28 градусов, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых. Модная школа поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новой встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин